Пожрать, 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 пожрать. Окей, ладно. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы начинаем проходить с вами классический атмосферный коррор квест под названием Barrow Hill. Игра, как я понимаю, основана на кельтской мифологии, если я не ошибаюсь, вроде как на кельтской мифологии, и сюжет нам расскажет о герое, который из-за поломки машины попадает в небольшой городок Barrow Hill, и тут начинает происходить всякая аномальная деятельность, всякая дичь происходить. Ну, в принципе, стандартный такой сюжет, вот, и нам нужно узнать все тайны вот этого небольшого городка. Ну что, если готовы, то влепим, влепим, большой палец вверх, подпишемся на канал и ставим колокольчик. Погнали! Вы слушаете вашу местную радиостанцию, радио Barrow Hill. Мы вещаем с вершины мира. Сейчас 15 минут восьмого, и с вами я, радиоведущая Эмма Харри. Я буду в эфире до самой поздней ночи, поэтому не уходите никуда с нашей волны, вас ждет много интересного. За окном 15 градусов тепла. Хоть наш метеоролог и пытается испортить эти теплые деньки, обещая проливной дождь с громом и молнией, мне кажется, что непогода обойдет Barrow Hill стороной. Это Эмма Харри, и мы снова с вами. Для тех, кто не в курсе, сегодня особая ночь. Ночь осеннего равноденствия. Это очень важный праздник в народном календаре. Нас ждет 12 часов темноты. Проведите эту долгую ночь вместе с радио Barrow Hill. Так, собственно, вот она поломка машины, да, мы приехали в этот город, в этот городок Barrow Hill. Ну, короче, здесь вроде как необычное такое управление, как бы от первого лица, вот, надо смотреть по сторонам, да, щелкать. Вот, и исследовать, что мы имеем. Здесь у нас, получается, наверное, будут находиться все предметы, которые мы с вами берем. Здесь у нас что, меню, там, наверное, сохранка, вот. Ну, и, собственно, вот наша машина. Она поломана. И дальше идем мы пешком. Здесь нас что-то не пускает. Какая-то, какая-то сила, короче, не выпускает нас обратно. Так, это что у нас? Грибочки! Грибочки, что-то еще с ними не могу сделать. Так, ладно. Квест, короче, сделан в стиле классических, да, вот таких квестов. Чисто будет, такого много действий, как бы так не будет. Чисто атмосфера, вот. Не знаю, кому понравится, кому нет. Такое вот прохождение чисто. Так, что это у нас здесь? Знаки, знаки дорожные всякие. Тут у нас, тут надо, короче, осматривать все вот так вот тщательно по сторонам, смотреть, есть ничего или нет ничего. Короче, нужно быть внимательным. Будем стараться, но, знаете, да, то, что... Стреймер не тупой. Стреймер внимательный. Так, снова знаки дорожные, всякие кривые дороги. Какие-то мухи жужжат. Окей. Так, я смотрю, могу сюда спуститься, посмотреть, что здесь. Прямо есть дорога. Еще какая-то лестница наверх. Давай-ка посмотрим здесь. Что у нас здесь интересного. Так. Ну, в принципе, здесь какое-то надгробие. Непонятно, что там написано. Туда нам тоже что-то не спуститься, не пускают. Ну, ладно, окей. Давай посмотрим, здесь, вон, какая-то вот еще дорожка есть. Так. Наверх. Я так полагаю, тут то, что темно, поэтому и нам не пройти. Нам нужно какой-нибудь фонарик, что ли. Интересно. Блин, а в машине что, не было фонарика, что ли, нашего героя? Он поехал, короче, ночью куда-то и не взял с собой фонарик, что ли? Да, ну, бред какой-то. Так, ладно. Мы шли еще дальше какую-то лесную дорогу. Окей. Пока ничего я не вижу, да, здесь такого странного. Такого интересного. Чисто лесная дорога. Опа. Ягодки. Зачем вам показаны ягодки, непонятно. Вот, что-то я запутался в управлении уже. Так, я правильно иду? Погоди. О! Окей. Здесь какой-то заправка, короче, да? Отлично. Сейчас нужно найти каких-нибудь людей, чтобы... Не знаю. А, че это? Опа. Здравствуйте, Марианна. Как твое здоровье? Надеюсь, от покупателей в твоем магазине отбоя нет. Кстати, мне скоро понадобится новая пижама. Зима наступает и ночи становится все холоднее. Осеннее равнодействие подкралось незаметно. Слава святой Анеке за каждый прожитый нами день. Ах, да! Видишь марку на открытке? Там изображена одна из этих мерзких антенн для мобильной связи. Как забавно. Одна из этих уродливых громадин высится у нас в Баррохилл. За станцией техобслуживания. Я надеюсь, что когда-нибудь ураган повалит ее на землю. Ладно, мы скоро увидимся. Элси. Так, Марианна. Так, в верхней улице. Окей. Кому-то письмо. Я что-то прочитал чужое письмо. Это как бы не есть хорошо. Так лучше не делать никогда. Чужие вещи нельзя. Читать, смотреть. Да. Вообще. Но. Он просто случайно попалась к нам. Так, ладно. Окей. Здесь, смотри, машина заведенная. Номерной знак. Так. Это что? Омега-3. Регенерейшн. Хорошо. Бальзам для волос. Окей. Бальзам для волос. Омега-3 это рыбий жир. Да? Что это за ромбик? На машине. Так. Куда выйти? Выйти, выйти, выйти. Блин, надо к управлению привыкать. Вот. Так, хорошо. Оттуда мы пришли. Здесь у нас что? Здесь у нас номера отеля получается, да? Так. А что это за ромб сейчас был? Окей, допустим. Номера отеля. Парковка для инвалидов. Кто-нибудь выйдет, нет? Окей, ладно. Что-то даже никто не реагирует. Странно. Очень странно. Как-то тихо, да? Ну, в принципе, ночь. Может, все спят. Как вариант. Так, ладно. Давай мы жителей в номерах не будем пока беспокоить. Надо зайти, короче, я думаю... Это что? Толканы. Окей. Здесь что? Монтли эпизодис какой-то. Чего? О, реклама, что ли, какая-то? Так, ладно. Надо зайти в фойе, короче, посмотреть. Что это? Цветочки. Какая-то... Какая-то... Это что? Спички, да? Спички какие-то нашли. О, уже первый предмет, короче. А, мы можем, наверное, будем светить спичками, да? В темноте. Как вариант. Смотри, здесь игрушки какие-то валяются. А, что это? Фломастер. Фломастер взял. Хорошо. Детские игрушки, автоматики, пистолетики. Это что такое? Царцево грибов Корнула. Опа. Так, издатель соборовых хилл. Царцево грибов Корнула. Видение. Это пособие для начинающих грибников Корнула. Грибы растут во всех частях света и различаются по размеру, цвету и форме. В Британии растет около 4000 видов различных грибов. Грибы нельзя отнести ни к растениям, ни к животным. То, что мы собираем, является только плодовым телом этого организма. Основная же часть гриба скрывается в почте в виде мицелия, переплетенная микроскопических... А при плетении микроскопических органических нитей, питающихся продуктами разложения живой материи. Хотя плодовое тепло гриба живет всего несколько дней, мицелий может существовать в течение многих лет. Известны виды живучих в течение нескольких веков. Как различить грибы? Некоторые виды грибов можно отличать друг от друга только под микроскопом. Не собирайте грибы без помощи эксперта, знающего, как отличить съедобный гриб от несъедобного. Не ешьте неизвестные вам грибы, это опасно для вашей жизни. Многие виды грибов накапливают в себе пестициды и вредные химические вещества. Учитесь распознавать такие грибы и не собирать их. Внимание! Многие ядовитые грибы внешне похожи на съедобные. Будьте предельно осторожны, если вы не знаете точно, какой гриб вам попался. Блин, интересная такая статейка. Пенок осенний. От красного до темного растет на краях деревни. Сначала лета требуется тепловая обработка. Съедобность, да? Лаковица лиловая. Так, съедобность. При теплой обработке сохранит цвет, натеряет вкус. Гриб-зонтик. Перевосходный ореховый вкус. Жарит только шляпки. Чернильный гриб. Съедобный в молодом возрасте. Сила сцебиновой грибы. Колициногенный гриб. Прушка, что ли? Панеллиус поздний. Может вызвать рвоту. Мухомор вонючий. Вызывает тяжелое поражение почек и печени. Поганковидный мухомор. Употреблять в пищу не рекомендуется. Рядовка серно-желтая. Вызывает тошноту. Вызывает галлюцинации и серьезное отравление. Это у нас сон дриады. Поплавок. Не рекомендуется требоваться длинной обработки. Зонтик грибенчатый. Пообладает неприятным запахом. Ну, думаю, нам в дальнейшем это пригодится. Не зря, смотри, там грибы, да? Были всякие ягодки. Вот. Наверное, придется собирать нам эти грибы и ягоды. Так, окей. Мы же смотрели. Так, погоди. Это что? Нетушитель? Зачем он нам показан? Неизвестно. Так, ладно. Окей, пошли в фойе. Есть кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь? Живой офис. Камеры, смотри, работают. Картинки всякие. Да, короче, будет у нас такое вот неиспешное прохождение, потому что это квест. И еще раз повторю, кому не понравится, кому не нравится, то можете пролистывать просто. Часы сломаны. Офис. Так. Давайте постучим. Офис. Чувак, успокойся. Не было. Но потом оно явилось. Я слышал. Там оно. Господи. Свет выключился. Потом случился скачок напряжения, и все лампы во дворе ярко вспыхнули. Я пошел на кухню, но там было очень темно. Ничего не видно. Когда вернулся, оно, оно было там. Стояло в мотеле, в сумраке. Я не смог зажечь лампу. Господи. Вот, возьми, она тебе пригодится, если ты столкнешься с ним опять. Только бы она зажглась. Слышишь? Оно ищет. Да что же это? Мне говорили. Не поднимайся туда. Мама, мама говорила мне, это плохое место. Плохое. Держись подальше. Почему меня никто не слушает? Эти глупые старые сказки и идиоты, которые пугают и мне остальных. А вдруг они были правы? Держись подальше от кургана. О, 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 чувак, чувак, прекрати. Что у нас столько все плохо? Что-то, по-моему, все побежали. Все случилось так быстро. Так быстро. Я уже давно тяже здесь. Забытый. Я не виноват. Если я останусь здесь, она меня не заметит. Почему именно сейчас? Почему я? Почему сегодня? Они побежали. Что-то у парня, по-моему, что-то у парня, по-моему, поехала кукуха. Нет? Так, окей, пылесос, смотри. Пылесос. Еще какой-то старый, да, такой? Что там? Погоди, успокойся. Я все понял. Оно не знает, где я. Нет, чувака, короче, конкретно, что-то кукуха съехало. Что-то ему... Так, корвал. Вика, язычество. Добро пожаловать, добро пожаловать, магические земли Корнула. Эти зеленые поля находятся на территории старейшей и самой загадочной страны Древней Британии. Духи и феи, изящные, крылатые, магические создания издавна существовали бок о бок с человеком, охраняя поля и лесные кучи. Много сказок и легенд написано о маленьком Нароце и духах земли. Эти полузабытые предания повествуют о силах добра и борьбе с ужасающим злом. Бродя под зеленым простором Корнула, не забывайте о том, что за каждым вашим шагом следят маленькие эльфы и духи, которые пугают наше присутствие. Уважайте природу, и она будет помогать вам и вашим родным. Магические кристаллы кристаллам и минералам, извлекаемым из недр земли, приписывают им множество магических свойств. Их силы могут служить добру, исцелять, дарить любовь и взаимопонимание. Воздух движет нами, огонь изменяет нас, вода ограняет нас, земля исцеляет нас. Вдохните жизнь и цвет ваших заклинаний. Каждая стихия находит свое отражение в цвете. Красные и оранжевые цвета огня... А, красные и оранжевые цвета огня. Желтые и коричневые цвета земли, зеленые цвета воды, а голубой цвет воздуха. Фиолетовый цвет олицетворяет душу. Подумайте о том, как сочетание цветов поможет вам достичь максимальной душевной гармонии. Окей. Так, народные праздники. Наши фестивали и праздники основаны на беспоконечном цикле времен года. Мы почтим нашу землю и волшебство, наполняющее ее. Мы уважаем наших богов в природу, как в наших краях, так и во всем мире. Святки, зимние солнцестояния, 20 по 31 декабря. Святки начинаются с празднования материнской ночи и заканчиваются 12 дней спустя святочной ночью. Имболк. Праздник свечей. Дата 1 февраля. Отмечает истинную середину зимы. В этот день в каждом доме всю ночь от заката и до рассвета горит одинокая свеча. Альбан Эйеллер. День весеннего равнодействия. 20 марта. Кельтский весенний праздник. Птиц. По традиции люди отправляются встречать птиц от рассвета до середины утренней поры. Выглядываются они в небо над головой, чтобы увидеть возвращение птичьих стай. Народные праздники. Белтон. Кельтский праздник святов. Дата 5 мая. Отмечает первый день кельтского лета. Первый день светлой половины года. В этот день возводится майский шест, а девушки собирают на рассвете весенние цветы. Альбан Хэвис. Дата 1... 21 июня. День летнего солнцестояния. Середина лета. Кельтский праздник дуба. Отмечает канун самого длинного дня. Альбан Эльвет. Кельтский праздник. Виноградные лозы. Языческий день благодарения. Самый доинственный праздник, отмечаемый в сентябре, когда ночь становится равна дню. Кельтские буги сходят в этот день на земли и бродят среди смертных, принимая дары. Сам Хейн. Праздник мертвых. 31 октября. Ночь дикой охоты. Кельтский Новый год. Самый важный праздник всего цикла. В настоящее время известен как Хэллоуин. В этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится предельно тонка. Природа волшебной ландшафт украшает множество чудесных растений, меж которых живут эльфы и феи. Дары природы можно использовать в порося благословения богов. Город раскинул над нами крону, старый английский дуб. Корни его уходят глубоко в тело матери земли. Его мудрые ветви дают нам тень в жаркие дни, пищу голодной осенью, огонь холодной зимой. Осенью можно увидеть в этих краях мистические грибы. Сны, триад, особо почитаемые феями. Собирая их, они пополняют свои волшебные кладовые. Однако для человека этот гриб смертельно ядовит. Так, окей. Я так понимаю, короче, в игре здесь будет много чтива. Бэроу Хилл. Миф и легенда Бэроу Хилл. Легенда о Могриде. Давным-давно во времена наших предков, древние правители этих земель захоронили в Бэроу Хилл всю силу своего волшебства. Ибо за тысячи лет до этого люди, жившие в этих краях, сражались с армией тьмы, чьи создания вырвались из мест своего обитания с помощью Могриде, который провел их лабиринтами пещер под холмом. Могрид обратился к темным искусствам и встал на путь магии зла. Силы тьмы изменили его разум, тело, душа его попала в ловушку изощренной ненасытной ненависти. Но великие короли объединили свои силы и отправились в Бэроу Хилл, где лежал проход в логово Могриде. Окружив курган, они начали читать заговор, который навеки запечатал Могриде и его прослужников в проклятой земле. Чтобы охранять темницу, короли обратили себя в каменные столпы, устремленные в небо. Так и стоят они вокруг кургана, следя, чтобы никто и никогда не снял наложенную ими печать. Падение Балвна. Как-то раз правитель Корновии отправился в Ирландию, чтобы договориться с кельтами о торговле. Там он встретился с королем Фаллором. И все шло хорошо, пока одним чудным вечером Балвин не увидел прекрасную дочь короля. Она была так хороша собой, что Балвин не устоял перед ее очарованием и последовал за ней в ее покое. Перешагнув порог ее комнаты, Балвин не мог более противиться ее чарой и поддался сладковому обольщению юной девы. Хе-хе-хе, е-бой. Внезапно дверь комнаты распахнулась от мощного удара и на пороге возник король-отец с обнаженным мечом в руках. Одним могучим смахом он снес голову Балвна с плеч. Затем Фаллор обратил взор на свою дочь, но она растворилась в воздухе с коварным смешком. Ибо на самом деле это была не его дочь, а злобная фея, принявшая ее облик и убившая настоящую принцессу. Люди Балвна отнесли голову своего повелителя обратно в Корнуолл и водрузили на каменный столб посреди холма. Внезапно уста ее отверзлись и голова начала говорить. Она повелела построить вокруг нее святилище, где тело правителя будет ожидать по возрождению. И произойдет это тогда, когда древнему королевству Корновии будет угрожать великой опасности. Воспринят тогда Балвна и встанет на защиту своих земель. Когда наш мир был еще молод, он свел и благоухал. И самым прекрасным участием были земли Корнула. Между деревьями и цветами порхали прекрасные феи. Их чудесные песни были слышны повсюду. Достигли они и далекого острова Лионес, на котором жил злобный демон, повелитель огня и камня. С отвращением взирал он на них красоту. А задолго до рождения этого мира появился он и считал феи захватчиками своих земель. Их чудесные песни повергали его в ярость. Каждая гармоничная нота огнем жарила его злобное тело. И тогда он замыслил отомщение. Он погрузился в землю и начал рыть туннель к большой земле. Выгрызаясь в землю, он наткнулся на огромный камень и выбросил его позади себя. Камень выпал из туннеля в море и вызвал чудовищную волну. А демон все продолжал рыть землю. Шипы на его спине бороздили стены туннелей. Земля задроглась с каждым его шагом. Наконец демон добрался до Корнула. Зловещий рев огласил земли, когда мерзкое создание высунуло из-под земли клыкастую пасть, чтобы обрушить на зеленые леса потоки огня. Но в тот самый момент, когда пасть демона вырвалась на поверхность, огромная волна, вызванная упавшим камнем, захлестнула остров Леонес и погребла его под собой. Непрочные стенки туннеля не устояли перед потоками воды и волна устремилась внутрь. Достигнув демона, она захлестнула его раскаленное тело, обратив его в камень. Так и лежит он в по сей день под курганом Бэрроу Хилл. Его каменные зубы словно прорастают сквозь поверхность земли. Если стать в центре его пасти, можно услышать отзвук далекого рыка. Вот такие вот поучительные, короче, мифы и легенды. Так, стул. Погоди, я могу посидеть на стуле, что ли? Зачем это нам? Окей. Да успокойся ты там, а, чувак. Хорош, все нормально. Так, морковка какая-то, картошка. Не ешьте экспонаты хлеб и яйца, лежат уже как минимум две недели. А, это хлеб и яйца? Хе-хе, я думал, как морковка и картошка. Ладно. Почему она проснулась? Да успокойся, кто проснулся? Что происходит? Они выпустили. Вообще там чуваку просто плохо. Смотри, какой бардак. Здесь что-то реально такая, какая-то дичь произошла. Картинки. Так, что это? Кружка. Еще одна кружка. Хорошо. Допустим. Непонятно, для чего это пока. Так. Окей. Смотри, кстати, машина открыта. Я так и не проверил, можем ли мы заглянуть внутрь машины. Ну ладно. Пока давай здесь мы осмотримся. А, там уже потом выйдем. Хе-хе-хе. Ладно. Так, окей, это нет ничего. А, и все это? Понятно. Да даже непонятно, что это. На кетчуп это не похоже, на горчицу это не похоже. Так, здесь что у нас? Меню уронили. Так, солонка. Окей, я понял. Что-то надо будет с ней делать. Все, да? Так, дверь пока не пойдем. Давай осмотрим здесь. Энергетический напиток какой-то. Короче, кексики. Еще солонка. Тигареты. Солонка. Солонка. Письмо какое-то. Мифология и современная история. Король Артур. Загадка для современной истории. Его похождения известны многим поколениям, но это всего лишь легенда. Однако, многие древние монументы Корнула так или иначе связаны с легендами об Артуре и его рыцарях Круглого Стола. История о короле Артуре имеет много толкований. По одной из версий, Артур был корнаульцем. И Корнул был его королевством. С ним часто связывают замок Тинтагл. Но истина нам неизвестна, ибо затеряна в веках. Можно с уверенностью сказать, что король Артур стал собирательным образом героем древних народов, поплатившим в себе легенды о благородных королях прошлого и великих воителях. Но кем были эти люди? Историки утверждают, что на территории современного Корнула в начале каменного века проживали весьма немногочисленные племена. Эти забытые народы пополнились мигрирующими племенами из Европы, Ирландии и Уэльса. Корнула оказался разбит на множество великих королев, в каждом из которых был свой правитель, свои боги, легенды и предания. Попытки захватить территорию Англии предпринимались неоднократно, что побуждало людей переселяться с одного места на другое. Вместе с людьми кочевали древние легенды. Даже второжение Юлия Цезаря в 55 н.э. дало пищу для возникновения истории о герое-освободителе, которое позже превратилось в легенду о короле Артуре. Корнула стал домом многих легенд, которые по сей день живы, в величественных памятниках прошлого. Мы тоже можем погрузиться в легенды о короле Артуре, посетив памятники Ланьонг-Войд. Со временем миссии гласят, что именно этот каменный стол король Артур использовал в качестве обеденного стола перед последней битвой. Эти легенды подкрепляют и археологические раскопки, недавно явившие миру прекрасно сохранившуюся усыпальницу, одного из королей древности. А это походу меч короля Артура, да? Белый маг хочет вывести Лохнеское чудовище на чистую воду. Брайан Хиллинг, верховный жрец Британского союза белых магов, должен вызвать таинственное чудовище во время ритуала, который будет проведен на берегах озера Олхнес в пятницу. Бывший борец попал в газеты в июле 2005 года, появившись у озера вместе с шведскими учеными. Тогда он якобы наложил блокирующее охранное заклятие, помешавшее ученым поймать Несси. Призвав силы природы, он бросил в озеро талисман, охранявший воду и все создания в ней от злых духов. С той поры чудовище почти не видели. Сейчас 64-летний жрец озабочен тем, что заклятие оказалось слишком сильным. Его надо немного подправить, чтобы Несси могла появляться и проводить людей в трепет. Разумеется, никто никогда не сможет причинить ей зла, уверен маг. Хотя сама она давно умерла. А в одежде живет ее неугомонный дух. Окей. Это просто, короче... Ну, я не знаю, относится это к игре или нет. Это просто, мне кажется, какое-то чтиво, просто интересное. Модные модели Марианы. Самые элегантные модели для современных женщин. А синий распродажа. Неплохо. Так, Бен, спасибо тебе за цветы, они просто прекрасны. Думаю, ты помнишь, сколько времени я проводила над учебниками, готовясь к экзамену. Теперь, когда все позади, мне не терпится узнать оценку. Пожелай мне удачи. Я просто хотел узнать, где сможешь ли... Я просто хотел узнать, не сможешь ли ты сходить со мной куда-нибудь отпраздновать сдачу экзамена, когда оценки будут известны. Я уверен, Джордж даст тебе выходной, если ты его попросишь. А в той кладовке это Бен? Походу, он уже... Если это Бен, то, походу, он уже никуда не пойдет. Что-то у него... Беды с башкой, по-моему. Так, какая-то странная тень. Вот цветов. Зачем нам картины? Так, здесь у нас еще проход. Еще вот здесь вот можно посмотреть. Погоди. Так вот. Шаги? Да ну нафиг. Кто-то здесь есть еще. Мямка. Хорошо. Пожрать-пожрать-пожрать-пожрать-пожрать-пожрать-пожрать-пожрать. Окей, ладно. Так. Куфе-машина. Все, да? Окей. Ладно, ладно. Так, что у нас здесь? Всем сотрудникам обратите внимание на то, что в округе часто встречаются поддельные банкноты в 10 фунтов. Эти деньги не принимаются к оплате. Признаки поддельной банкноты. Расплывающие буквы. Слишком толстая или слишком тонкая бумага. Нечеткие цвета. Отсутствие прямых углов. Ладно. Такси от Баба. Куда угодно. Когда угодно. Эдвард Брис. Выпечка. Бен. Звонила Мэгги. Сказала, что заболела. Кэрелл все еще в отпуске. Я буду здесь весь день. Собираюсь поработать в офисе. Пока тут никого нет. Если хочешь, я наберу воды вместо тебя. Если ты подменишь меня на кухне. Если у тебя мало времени, можешь не мыть посуду. Мистер Морс просил передать тебе, чтобы ты не включал так громко радио. Я знаю, вечером довольно скучно удежурить. Но все-таки постарайся вести себя потише. А то этот бедняга не может заснуть. Пожалуйста, не забудь про вечернюю уборку и пропылесось ковер. Да, походу это Бен, короче, у нас. Так, школа диско, транс-хардкор. Бункер. Не взгонял. Так, дата. Джордж, среда. Джордж, Бен. Бен. Кухня, Бен. Так, понятно. Бен, Бен. Угу. Окей. Так, смотри, еще здесь у нас. Опа. Здесь что? Бен, пожалуйста, принеси ужин Фила в гостиничную номер 2. 6.30. Он сказал, что будет занят на раскопках. Так что просто оставь поднос на столе. Не забудь код замка. 7.75. Окей. Кнопка... Так, сбрасывает код. Так. Номер 2. 7.75. Надо запомнить. Это надо запомнить. Здесь что-то нужно применять, короче, сделать. Но спичками-то точно нет. Вместе. Пломастерам тоже нет. Так, ладно. Допустим. Окей. О, мать твою. Как здесь темно. Пустая коробка спичек. Погоди. А, и чё как? А, вон даже как. Пустой. Надо типа поджечь. А, типа газ пошёл, да? Или чё-то? Нифига тут такая замутка. Ну, ништяк. Хорошо. Опа. Неплохо. Теперь у нас есть фонарь. Правильно, лампу, короче, говорил тот чувак, да, Бен? Так, ладно. Окей. Здесь можем осмотреть, но... Не можем пройти почему-то. Ладно, допустим. Слева направо. Фойе, подсветка, кафе, зал кафе, подсветка в кухне, зал в кухне. Эммм. И... Короче, это надо починить свет, да? Получается. Окей, ладно. Ладно, хорошо, друзья. В принципе, как раз видос подходит к концу у нас. Вот. Серия. Я надеюсь, квест вам понравился по душе. Вот. Ну, я его пройду до конца, потому что... Ну, мне, в принципе, вкалывает. Атмосферно, прикольно. И есть какая-то своя тайна, да? Вот. Будем потихонечку... Читим много. Будем потихоньку проходить, читать. Кому не нравится, это можете пролистывать. Либо... Ну, пролистывать... Чтение перематывать, либо... Вообще пролистывать видос. Вот. Смотрите сами. Ну, а мы его пройдем для канала. Почему-то я вот... Я вот хочу. Вот. Все. Кому понравилось, ставим лайки. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Не забываем, набираем тысячу подписчиков. Будет конкурс. И... Ну, и также в комментариях. Да, там пишем. Я постоянный зритель. Помните, да? Я вас добавляю в беседу постоянных зрителей. Вот. Все. Плейлист в описании. Ссылка. Всем пока. С вами был Валерий. Как-то все наоборот сказал. Побольше был какашник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok